Мы с моими товарищами уже не первый раз приезжаем сюда на шламоотвалы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Николай Николаевич Бондаренко, известный человек у нас в стране, который борется за то, чтобы не было вот таких вещей, как у нас здесь на этих шламоотвалах. Валерий Федорович Рашкин. И мы в очередной раз здесь сюда приезжаем и видим, что, к сожалению, ничего здесь не происходит. Если в прошлом году здесь хотя бы стоял старенький насос, который миллиарды рублей перекачивал из государственного кармана в частные карманы, то сегодня и этого насоса нет. И должен сказать, что тема по шламоотвалам БЦБК вообще забыта. Приезжают разные чиновники из правительства, из Государственной думы, представители Единой России. И этой проблемы, которая была на устах у каждого человека, кто хотел бы, чтобы Байкал сохранялся, и экологические темы кому близки, сегодня это дело замалчивается. Так и не утверждена технология переработки этого шламоотвала. Хотя о том, что она вот-вот будет утверждена, вот-вот будет сделан проект, вот-вот будут сделаны общественные случаяния, мы об этом уже слушаем много лет. И мало того, руководство Иркутской области в лице губернатора отказалось заниматься этими вопросами и сказали, что пусть будет федерация, федеральный уровень, значит, министерство, правительство, пусть занимается этими шламоотвалами, несмотря на то, что проблема здесь, на территории Иркутской области. Ну и последнее, что я хотел сказать, по этому вопросу, по переработке шламоотвалов, уже сорвано 7 сроков поручения президента. Последний срок был сорван еще позапрошлым году. Уже на сегодняшний день это замолчалось, якобы уже этого поручения президента не существует. И сроки новые, вот на последнем заседании говорят, это мы еще будем делать несколько лет. А зато сейчас выбрасываются законопроекты по сплошным рубкам на берегу Байкала. Вот последний, который силами единой России и новых людей принят в первом чтении, так и можно называть закон о сплошных рубках на берегу озера Байкала. Потому что мало того, что 600 гектаров можно сплошную вырубить для селезащиты, которая нужна, но там хоть четко написано, какие кадастры и номера и какие земельные участки, то для остальных объектов, любых коммунальных, линейных, дорожных, вообще любых инженерных сооружений нет никаких ограничений. По поводу рубки, сплошной рубки на берегу озера Байкала. Конечно, мы против таких законопроектов. Как это, что нельзя разрешить или разобраться, на каком участке нужно строить канализационные очистные сооружения, косы так называемые. Почему для того, чтобы сделать селезащиту, мы четко расписали, а для канализационных очистных сооружений нельзя никакую землю отвезти для того, чтобы она была в законе. Точно так же и для линейных сооружений, и для кладбищ и так далее. Поэтому под эту сурдинку можно делать теперь все, что угодно, если Единая Россия будет принимать этот закон во втором и третьем чтении. И, конечно, туда, где мы сами напросились ЮНЕСКО, они уже давно грозят, что этот объект они будут включать в список всемирного наследия под угрозой. Но теперь мы им даем все козыри, все аргументы для того, чтобы они это сделали. Весь мир будет знать, что мы сами напросились, сами выработали условия, и сами же теперь их нарушаем. Это страшная картина, о которой сейчас рассказал Сергей Георгиевич. Это настоящее преступление против нашего народа, и звучать это должно, в первую очередь, для тех рядовых граждан, кто машет на все рукой и говорит, от нас ничего не зависит, мы ничего не можем, политика это не наша, я политикой не интересуюсь. А вот политика нами очень себя даже интересуется. И вот вроде бы эта гладь воды сверху кажется такой безобидной и не несет никого вреда, но яд и смерть, которую она скрывает себе внутри, в своих глубинах, это настоящая бомба против будущего наших детей. И чем дольше эта проблема замалчивается, тем сильнее и мощнее она рванет. Потому что Байкал, вот это уникальное природное извояние, это достояние всего нашего народа, всей нашей страны. И защищать мы его должны вместе. Если наши отцы и деды умирали в войнах, чтобы мы ничего не нуждали, чтобы это все было наше, и мы могли этим наслаждаться, то сегодняшняя власть просто откровенно, хищническим образом, меркантильными целями просто топит все это и отказывается. Во-первых, решать проблемы, потому что решение проблем требует выделения средств. Во-вторых, просто элементарно этим заниматься. Им лучше организовать эти варварские сплошные вырубки, для того, чтобы кто-то там гостиницу свою туда воткнул, у кого-то там туристический бизнес попер, а куда будут отходы от всего этого, понятно, да, в озеро Байкал, это та питьевая вода, которая сегодня дороже бензина стоит, и это главный ресурс и направление для борьбы в 21 веке, и у нас оно есть, и сегодня власть это все уничтожает. Поэтому, конечно, задача каждого из нас не быть равнодушным и приложить свою руку для того, чтобы быть сучастным в этой борьбе, распространять хотя бы эти видео, да, не говоря уже о том, что нужно выходить на улицу, нужно организовывать митинги, нужно самоорганизовываться для решения этой проблемы. А то мы делаем вид, что это не наше дело, а наверху жилье потирает руки, принимает отвратительные законы против нас, против будущего поколений. Сергей Юрьевич, друзья, вот стоим мы здесь, вот Нива непаханная, травка зеленая, ничего не тронуто, тишина, а где миллиарды? Вот в Москве, в столице нашей Родины, в России, мы знаем, правительство кричит, депутаты лезут на трибуну, кричат, деньги выделены, так сказать, миллиарды есть, а где их закопали? Мы, может, раскопали бы их, конечно, вытащили и в дело пустили. Колоссальное воровство на святом деле. Вот в этом все правительство, вот в этом вся Единая Россия. Я говорю прямо, как оно есть. Десятилетия уже, уже более десяти лет, вопрос стоит ребром, деньги выделены, проекты есть, а представители, губернаторы от Единой России, Единой России, депутаты от них, ничего, ровным словом, не делают. Ни-че-го. Мы это видим. Вот оно, вот оно, заросшее, и никаких проектов. Знаете, Юлиус Фуч говорил, будьте бдительны. Действительно, давайте будем бдительны к тем, кто, принимая решение, заранее знает, что это делать не будет. Затем отказывается и все пускает, так сказать, на самотек. Очередной закон, о котором Сергей Георгиевич высказался, это не беда Иркутской области, это не беда озера Байкал, это не беда Бурятской республики, это беда всей России. Что-то я турист, я альпинист, я знаю, что такое тропа туристическая, ознакомительная вокруг какого-то озера Лпруда, тем более вокруг озера Байкал. И этот закон позволяет сплошную вырубать леса по всей туристической обзорной тропе. Вы можете себе представить, друзья мои, вот все вырубится. Это называется использование закона в пользу отдельных лиц, лиц, уполномоченных вредить природе, вредить людям, вредить Байкалу, уничтожать его. Это действительно так. Это один просто пример. Палаточку пришел, турист поставил, там надо, так сказать, торговую точку определиться, а для этого надо сплошную вырубить весь лес, который прилегает к этой палаточке. Это что? Это не издевательство. Это действительно, как сказал Бондаренко, это преступление. И оно требует наказания. И наказание мы можем сами, не просто придумать, мы можем его совершить. Мы разные люди, разные политические направленности, разные активности. Кто-то может просто по телефону обзвонить друзей и сказать, вот эти идиоты придумали этот закон, а эти идиоты – Единая Россия. Они инициировали его и внесли в Государственную Думу. Они решили уничтожить Байкал. Рассказать об этом и сказать, вот за них голосовать никогда не надо. Другие могут выйти на улицу, показать мощно, что нас много, взяться за руки, принять резолюции соответствующие, записать видео, ролики, распространить их и сказать, ребята, никогда не голосуйте за Единую Россию. Вот они что творят с Байкалом. И не просто с Байкалом, а со всей России через Байкал. Кто это не может сделать? Так сказать, ну элементарно, если не можете бить морду тем, кто уничтожает Байкал и имидж России, наши кладези золотые, золото самое настоящее, ну придите на выборы. Ну нет ничего проще. Я еще раз говорю, не надо идти на митинги, не надо бить морды, не надо эти звонки напрягаться делать. Прийти на выборы и проголосовать за Компартию Российской Федерации, которая единственная, практически единственная, не просто борется, дерется за Байкал, за нас с вами, за нашу страну, чтобы она была прекрасна. Чтобы мы можем здесь не просто любоваться, а жить. Жить так, как мы хотим, а не так, как навязывает эта чертова единая Россия. Вот мое мнение такое. Продолжение следует...